Вообще, в принципе, метод ношения на животе подразумевал размеры оружия и небольшое удобство его ношения. Что из-за большой величины, если бы я находился в приседе, на коне, или пытался бы доставать оружие из неудобного положения, мне пришлось бы, если бы оно было на боку, делать совершенно неудобные движения, вытягивая револьвер, рискуя застрять. Однако здесь, на груди, я могу сделать это достаточно легко, потому что мне нужно делать движение привычное, вверх и перед собой. Револьвер у меня закреплен, что вот тоже интересный элемент, вы можете видеть, это ланьярд, так называемый. Крепился он либо под внешний воротник, либо под погон. В данном случае, из-за того, что я довольно высокого роста, и если мне захочется достать оружие, и оно бы висело у меня на шее, мне было бы очень неудобно, была бы очень короткая линия хвата. А так, мне позволяет длина ланьярда вытянуть револьвер на всю длину руки. Кроме прочего, если случится какая-то неожиданность, меня ударят, меня контузит, и я его выроню, я его не потеряю. Он останется висеть на ремне, и я смогу его точно так же достать и вернуться к бою. Слушайте, но у него такой калибр бешенючий, у него останавливающие действия, как у дробовика, да? То есть он лошадь свалит, ну, скорее всего. Я не буду врать по поводу джоулей мощности, но просто действует простая физика. Большая масса боеприпасов с даже не самой большой передаваемой энергией пороховых газов приведет к большой передаче энергии на цели, потому что большая площадь, масса, это все сработает ударно. Монстр вообще просто. Да, поэтому его и любили. Британцы получили в свое распоряжение во Второй мировой войне самозарядный пистолет. Это был бельгийский FN Browning High Power. Бельгийцы оказались в удивительной ситуации. Их территорию оккупировали немцы. Они успели частично вывести техническую документацию в Канаду и в Великобританию, но сами заводские производства и документация не скопированы, осталась на территории Бельгии. И пистолет мог сталкиваться в бою с официальными маркировками Великобритании и одновременно с немецкой стороны с маркировками Германии и быть абсолютно одинаковым без каких-либо изменений под один и тот же боеприпас. То есть пистолет воевал по обе стороны, официально производившийся обеими сторонами. Комплект кожного снаряжения – это достаточно редкий образец даже для Австралии и Второй мировой войны. Это комплект образца 1903 года. То есть к моменту Второй мировой войны, когда я мог это получить, эта вещь могла лежать на складах уже около 40 лет.